Медиа-группа «Авангард» представляет Окей, значит, давайте начнем. Совсем коротко про нас, с одним слайдом. Мы давно занимаемся информационной безопасностью, мы 7 лет, уже скоро 8. Коммерческий сок. В банковской отрасли работаем очень много. У нас много клиентов и крупных, и мелких, которыми мы взаимодействуем. Самые разные задачи. Комплайнс под PCI-DSS, защита РМКБРа, единая биометрическая система, комплексный мониторинг ТПТ-угроз. В общем, много дел делаем. Для этого мы были коммерческой компанией Solar Security. Сейчас мы стали частью Ростелекома. Слегка раздались, стали пошире и покрупнее. Это я не про себя, а про ребят. Теперь у меня около 200 человек в подчинении. Часть команды сидит в регионах. Большой офис у нас в Нижнем Новгороде. Помимо этого, есть локальные команды в Самаре и в Хабаровске. В этом году мы запустили команду во Ростове-на-Дону. На Урале мы пока не представлены. Думаю, что рано или поздно мы до Урала тоже доберемся. Ну вот так. Наверное, короткий спич. Если бы не было этого слайда, меня бы не простил наш маркетинг. Поэтому давайте пойдем уже дальше по сути. Зачем мы вообще говорим про анализ новых угроз? И почему мы этой информацией пытаемся заниматься? Список неполный. Список старый, но логика достаточно понятная. На мой взгляд, история про такие прямо атаки в банковскую жизнь и риски АПТшные, ну, по крайней мере, в моем ощущении, всерьез пришли в 2014 году. Все помните этот кошмар под названием «Карбонак-Анунак»? С кучей пострадавших более миллиарда долларов по банкам совокупно увели. И логика была ровно такая, что это был момент, когда, наверное, всерьез монетизация прошла, ну, там, серьезный этап. До этого все мы сталкивались с вирусами, они были сложные. Кто-то пережил Чернобыль, в хорошем смысле этого слова, у кого-то были пошворованы компьютеры. Кто-то повзрослее помнит еще историю с I love you. Но, тем не менее, вот именно серьезная история про ущерб наш, про разрушение нашей инфраструктуры, именно банковской, всерьез, по-моему, начало 2014 года. И, действительно, имя им легион, группировок очень много, они очень по-разному работают. И, казалось бы, в этом месте можно было бы сказать, ну, понятная история про группировки, мы все сейчас потихоньку уплотняемся. Я, общаясь с банками, у меня есть ощущение, что прямо ключевым трендом прошлого года стала история про песочницы и анти-АПТ-решение. Практически все, у кого был хоть какой-то кусок бюджета, попробовали себе эту технологию приобрести. И это правильный кейс, потому что, действительно, давно говорят, что антивирус не спасает, но, тем не менее, это прям хорошая история. Почему это не панацея? Ну, наверное, два кейса попробую рассказать. Первый я рассказывал еще в прошлом году на Вагнитогорске, но актуальность на этом месте не потерял. Когда мы говорим про злоумышленников, они же понимают, как работает песочница. Наверняка среди них есть те, кто, ну, не то что разрабатывали ее, но, по крайней мере, понимают технологию. И они все сложнее и сложнее пытаются запутать и дать для песочницы нагрузку, которая на несостоянии справится. Эта история, на самом деле, очень крутая. Когда ВПО распадается на 15-20 вызовов легитимных утилит, а потом собирается в памяти уже после того, как каждый из процессов отработал в отдельности, для песочницы это выглядит как нормальная легитимная активность пользователя. И в среднем, сейчас, конечно, такие штуки уже потихоньку ловятся, но не всегда. И для песочницы это большая нагрузка, потому что ей нужно сопоставить разные-разные активности, которые между собой прямо в лоб-то не стыкуются. И это прямо проблема. Пара кейсов, которые мы встречали еще в параллель. Вирус падает на рабочую станцию и автономно сидит и делает снимки экрана. Занимается этим 4-5 часов. И если не видит в этом месте пользовательской активности, запускаемых браузеров, почты и так далее, он понимает, что он не на рабочей станции, а в песочнице и больше ничего не делает. И это для них тоже технология обхода, технология работы против. А это прямо кейс прошлой недели. Часть исследователей говорят про то, что на самом деле это новая модификация сайланса. Ну, мы скорее испытываем некоторые сомнения по этому поводу. Но так для понимания глубины проникновения. В файле доковском есть бинар, который собирается в SQL-таблице, после чего он запускается в темпе, обращается наружу. Оттуда через CMD скачивается некоторая доп. нагрузка. Она скачивается через стигонографию. Из стигонографии вытаскивается уже RAT-файл. И дальше только после этого возникает, собственно, связь с центром управления. Многоходовая сложная история. Такие кейсы, ну, они прям такие, очень крутые. Для команды реверсеров, да, таких очень технологичных, понятно, что это, ну, не знаю, есть русские женщины, есть русские реверсеры. Русский реверсер может в горячий офис зайти и кобылу на ходу остановить. Ему такие штуки просто в кафе здесь ковырять. Но для любой системы автоматизации это уже проблема. Когда настолько сложно, настолько непоследовательно ведет себя ПО, все сложнее и сложнее его выявлять, все сложнее и сложнее на него реагировать. К чему я говорю? Что на самом деле, как бы мы ни обкладывались технологиями, будем ли мы заниматься в этом месте, ставить у себя песочницы, ставить EDR. Тем не менее, понимание техник, подходов и принципов работы злоумышленников всегда очень важно. Какие источники в этом месте для этой информации бывают? Ну, это наша статистика. Те, кто, не знаю, у кого есть отдельные бюджеты, могут это ТИ прям покупать. Наверное, из самых больших игроков, ну, по представленности в России, это группа IB. У них много фидов под банковский сектор. Есть фиды в лаборатории Касперского, есть зарубежные виндара. Наверное, ну, не знаю, поднимите руку. Все же подключены к Ассои, да? Все, наверняка, бюллетени Финсерта получают. Как не все? Ну, Алексей, вам и нормативку Гособковскую не дает, поэтому вы не критерий. И информационный обмен, на самом деле, тоже большая часть полезной информации. Ну, как-то в этом месте такая хорошая история про комьюнити. Только комьюнити завернут туда через регуляторы. Если один из банков атаковали, и банк понял, каким образом это произошло, дальше уже Финсерт в этом месте достаточно быстро может соревновать бюллетени, ну, и оповестить всех соседей о том, что на самом деле произошло, что с этим делать. И это такая история перекрестного опыления инфраструктуры всех банков при помощи регулятора, при помощи их информационного хаба. Важная история с нашей стороны, то, что мы замечаем. Очень большую роль в этом месте играет еще работа с пользователями. Многие говорят про то, что все программы security awareness, в общем, бессмысленные и беспощадные. Все равно кто-нибудь из пользователя обязательно письмо откроет. Прямо категорически не согласен. Для нас, как для безопасников, важно, чтобы хотя бы один пользователь это письмо не открыл. Чтобы когда это очередная фишинговая рассылка Silence, Cobalt, RTM или что-то тому подобное, ну, шифровальщики оставим за границей, у них свои нюансы, то как только один пользователь узнает, что на него пришло фишинговое письмо, и если при этом у него хватит смелости обратиться к нам в службу безопасности, и тебе, ребят, пришла какая-то непонятная штука, похоже, это атака. В этот момент дальше для нас очень простая история со всем этим разобраться, потому что, когда мы говорим про атаки разовые, то банально можно посмотреть на адрес отправителя, для этого даже технологий никаких не нужно. Вам не нужен в этом месте CM, вам не нужен в этом месте EDR, почтовый фильтр. Вот на 20 ящиков эта рассылка была, обзвонили 20 пользователей, машинки перезалили или компьютеры почистили. Ну, то есть локализовать такие атаки очень просто. И в этом месте именно пользователи на самом деле все больше и больше становятся первым рубежом обороны. Но это такая лирика, давайте попробуем погрузиться все-таки поглубже в технику. Пирамида боли с точки зрения работы с TI выглядит примерно вот таким образом. Это, по-моему, Митровская табличка. Так или иначе, действительно, чем более сложные техники мы пытаемся использовать, тем сложнее нам дальше с ними работать, их выявлять. Чем большинство из вас ассоциирует с TI? Ну, понятно, что это либо фид, либо индикаторы компрометации. Покажу, как это выглядит у нас. Справа выгрузка из нашего отчета для одного из заказчиков. Это месячный срез. Насколько серьезно меняется профиль, вы видите, за месяц в рамках фидов получается почти 20 тысяч разных новых индикаторов, которые так или иначе появились в инфраструктуре. И вообще, если по-честному говорить в этом месте про фид или индикаторы компрометации, ну, это, мягко говоря, не идеальный инструмент. Причина очень простая. Для злоумышленника нет проблемы в этом месте все поменять. Запустить новый бикон или запустить новый CNC-сервер в обузоустойчивом хостинге где-нибудь в Голландии или в Исландии. Ну, дел пару дней. Если мы в этом месте пытаемся ловить хэш или процесс, пересобрали ВПО заново с другими ключами, и оно уже не ловится в этом месте, на него уже внимание обратить невозможно. Сделать рассылку с нового адреса, обратился в своему фишинг-мастеру, заведи новый почтовый домен, заведи новый адрес, отправляй оттуда, все это практически автоматом изменилось. И, знаете, это если, не знаю, перейти в термин криминалистики, и это считать какими-то атрибутами, это атрибуты скорее конкретной атаки или группировки. Ну, не знаю, если бы у нас было расследование, и мы бы искали подозреваемого. Это примерно как сказать, что, вы знаете, там шел мужчина с гульфиком, и вот это признак. Когда мы находимся все в одной аудитории, мы, скорее всего, его видели, но это не признак, не критерий вообще самого ВПО, самой группировки, и с ним невозможно дальше работать. Он пришел домой, переоделся, его уже никто не узнал. Если у него есть шрам на лице или что-то другое, это более важно, но, тем не менее, речь ровно о том, что в этом месте индикаторы — это очень временная история, и она позволяет взять только конкретные атаки. Но, тем не менее, с ними имеет смысл работать, и не в последнюю очередь, потому что у нас действительно есть информационные облегчения финсерта, ну и вообще достаточно много информации про угрозы, разными способами можно получать. Ну, потому что грех ей не пользоваться, тем более, что если атака идет прямо сейчас, и они, оповещая от нас регуляторы сообщества, нам стоит на нее корректным образом прореагировать. Что с этим можно делать? Такая длинная табличка, которую мы видим как некоторый подход к реагированию и вообще к работе с, собственно, с индикаторами. Два синдикатора — это CTA, это IP и URL. Ну, с ними все достаточно просто. Так или иначе, все мы решаем задачи, ну, стандарта Банка России или PCI DSS. В каком-то виде лог-менеджмент или CM есть, и при помощи него достаточно легко по логам увидеть попытки отстука или обращения к IP-адресу или попытки работы, собственно, с URL. История не идеальная, причин на это несколько. Первые IP-адреса часто являются IP-адресами хостингов или чего-то подобного. Была большая рассылка Silence, по-моему, в прошлом году, когда загрузчик шел на WordPress-овские сайты взломанные и оттуда получал уже вирусы. Понятно, заблокировать в компании WordPress скорее невозможно. А бывает и хуже история. Это история, по-моему, года старого, года 16-го, когда банально просто встреча с HTTPS работает. По-моему, на Mail.ru тогда была ссылка по скачиванию вредоносного ПО. А если дешифрация HTTPS-а не происходит, ну, в общем, мы даже не понимаем. Блокировать весь Mail.ru, опять же, довольно опасно. Поэтому здесь, наверное, общий подход, что то, что мы в этом месте видим, как высоковероятную угрозу лучше заблокировать, все остальное лучше мониторить и следить вообще за фактами обращения, ну, так в полглаза хотя бы хоть как-то. Дальше мы переходим на уровень. Ну, про e-mail рассказывать тоже смысла не вижу. Вот пятый индикатор. С ним все достаточно просто. И заблокировать на контентном шлюзе, на Mail Security, может быть, даже на Exchange. Адрес рассылки. Ну, задача функционально очень простая. Я думаю, что айтишники это могут сделать за 30 секунд, если у вас с ними коммуникация выстроена. А дальше мы опускаемся на уровень файловой системы. Тут возникают проблемы. Ключевая проблема, конечно, в том, что когда мы говорим про работу с конечными хостами, их практически невозможно мониторить. То есть в этом месте, ну, разные подходы соки используют. Кто-то ставит Sysmon. Sysmon штука очень классная. Она много чего позволяет собирать. Но ее очень тяжело управлять. Разливка новых конфигов, убедиться, что он не упал, ничего не случилось. Это прямо такая тяжеловесная проблема. Как апгрейд над Sysmon? Сейчас на рынке все чаще видно решения класса EDR. Они появляются, в том числе, российские. И они, конечно, делают то же самое, что Sysmon, только гораздо глубже и с большим емомой автоматизации. Поэтому EDR, наверное, ответ. Но, опять же, это уже история очень тяжеловесного бюджета. Дальше несколько интересных кейсов. Когда мы говорим про файловые хэш или MD5-суммы, есть еще другие способы их выявлять, но такие маленькие лайфхаки. Давайте все-таки попробую вас втянуть разговор. Понимите руку, у кого не антивирус Касперского стоит в компании. Хорошо. Вам совет не гарантированно, что поможет. А что, Sysmon? Семантик? Там и Sysmon, и D-Center. Объясню. Касперский антивирус не на правах рекламы. Очень прикольный в этом месте, потому что он пишет в себя практически все, что на вашей рабочей станции происходит. Он, конечно, не DLP-агент, но очень к тому, в общем, похоже по поведению. В частности, в базе Касперского есть факты записи MD5-сум всех запускаемых на машине процессов. То есть все, что на машинке когда-то запускалось, антивирус отстукивает в сторону своего центрального хранилища. С этим списком просто можно работать руками. Можно выгружать его в CM, если вы написали правильный коннектор. Можно делать это каким-нибудь SQL-отчетом. В общем, разные подходы можно использовать. И вот это хороший способ эти самые файл-хэши сверить. Процесс запустился, MD5 попала в базу, и мы хотя бы понимаем, где на самом деле это произошло. Дальше эксклюзивные кейсы. У нас есть свое DLP-решение. Я достаточно долго бился с нашими ребятами, чтобы в логах DLP появилась в том числе MD5-сумма файлов, которые DLP пропускает, обрабатывает, и она писалась в логе. Ну, понятные причины, что MD5 в почте – это тоже индикатор, по нему мало кто может что-то заблокировать, но DLP-сетки не для того предназначено. Но, тем не менее, тоже подход к блокировке. И опять же, как я понимаю, многие вендоры этим путем идут. Все шлюзы, стоящие на пути, в теории могут работать с MD5. Надо просто плотно это поковырять и поразбираться, насколько эту информацию вы сможете в дальнейшем использовать. Ну, и интегральная, на самом деле, все-таки работа с индикаторами очень сложная, но, тем не менее, достаточно понятно, как с этим дальше жить. Индикаторы, тем не менее, компрометации бывают достаточно уникальными и странными. Это письмо, наверное, все видели, я прищурен, что практически каждый из вас его так или иначе получал. Это silence. И из забавного, вот одно и то же письмо, не меняясь, где менялся только домен банка, но и фамилии, имя, по-моему, хотя тоже не уверен, silence рассылал практически полтора года. Как-то вот некоторая степень лени с точки зрения формирования фишинговых писем сказалась всерьез. Так, наверное, не знаю. Ну, а фишинг вообще в этом месте штука интересная. Сейчас классная новая рассылка, наверное, кто-то видел, хотя большинство в этом месте антиспам мешает, про то, что, а вот, на вас виноват виноват уголовное дело, мы видели, что вы смотрите на своей машине, у нас, мы в ужасе от того, какие файлы вы открываете, переведите, но мы готовы все замять, напишите на биткоин, переведите немножко нам, и мы, в общем, все отпустим. И мне даже немножко жалко, потому что вот эти штуки хорошо блокируют антиспам, и они пропускаются мимо нас. То есть обычно они даже не попадают в горизонт безопасников, потому что, ну, фишинговое письмо стало достаточно плохо. Не знаю, там, наверное, если мы были в Древней Риме, была бы речь о песнях Марка Тулия Цицерона, римскому народу, о том, как нужно вместе жить, работать. Но у нас другие кейсы, у нас другой социальный вектор, и вот этих писем очень много. И действительно, в этом месте, если у вас есть там система DLP или какая-то система контента и фильтрации, по-хорошему, просто смотря на эти фишинговые письма, посмотрев, что в этом месте рассылается, это тоже способ выявления, это тоже индикатор выявления фишинговой рассылки. В теории такое письмо, конечно, может прийти и настоящее, но лучше давайте мы в карантин положим, и через какое-то время с ним разберемся. Из смешного, вот это шаблон уже новый, конца 2018 года, а так вообще у silence еще большие проблемы с русским языком, что для меня некоторым образом говорит о том, что не факт, что они русские. И почти год в письме, которое мне рассылали, было слово прилогаю, а не прилагаю. И это реально прилогаю было практически полным критерием silence. Если пришло прилагаю, значит вас silence атакует, письмо лучше вообще не открывать. Ну вот, итого, если мы говорим про индикаторы, то, конечно, с ними работать банком со своей текущей инфраструктурой и уровнем взрыва достаточно несложно. В среднем можно смотреть в антивирус, у кого-то появился мониторинг рабочей станции в каком-то виде, на сетевом периметре мы логи обычно собираем, а у нас есть какой-то лог-менеджмент или СИЭМ, и дальше это, в общем, скорее вопрос техники. Про что важно в этом месте не забывать? Про то, что после того, как мы вообще провели обработку, ну, это вот цикл обработки ИОКа у нас, хорошо бы посмотреть назад, а не было ли до этого запуска таких файлов, а не было ли до этого обращения к этим самым IP-адресам или CNC, причины очень понятные. Периодически рассылка идет не так, что через два часа про нее все уже знают, и в этом месте мы получили информационный бюллетень от Банка России, или там сами его обработали. Иногда информация чуть запаздывает, устаревает, и, может быть, это происходило у вас в прошлом, и на ваших машинах уже запускалась эта самая ВПО, и вам надо в этом месте убедиться, что этого не было. Ну, это можно называть страдхантингом, можно назвать ретроспективной проверкой, как угодно. Но посмотреть назад и понять, что с такой гадостью мы до этого еще не сталкивались, в общем, достаточно важно. Тем не менее, это все про индикаторы. Вернусь на несколько слайдов назад, посмотрим на вот это, про пирамиду боли. Да, вот сверху есть две штуки, Tools и TAF, которые называются TTP. Не знаю, все ли знакомы с термином. TTP – это техники, тактики, процедуры. Это, по-хорошему, более глубокое описание того, как вообще группировка работает. Информацию тут можно получать из самых разных мест. Опять же, есть коммерческие АПТ-репорты, которые можно просто получать по подписке. В России такие компании, но тоже возникают, опять же, из, наверное, не на правах рекламы. Касперские группы IB чаще всего этим занимаются. Многие, кто подключались и работали с TIM от группы IB, видели, как это устроено, как это выглядит. Дальше очень много всего этого выносится в паблик. Как только какой-то первый разбор деятельности группировки произошел, все мы компании коммерческие, мы хотим в этом месте помериться и рассказать, какие мы классные, как мы хорошо умеем анализировать инциденты, атаки, рассказать про то, как мы разбирали этот самый вирус, как мы боролись с этой самой атакой, с рекомендациями или как-то еще. Тоже такое много кто публикует, это и Плайта, и ЦИСК, и другие зарубежные компании. В России, опять же, все эти названия я вам уже называл, поэтому список игроков российского кибербеза в общем достаточно понятный и ограниченный. Иногда это возникает прямо с статьями на Хабре. Не знаю, если вы с утра едете не на машине, а в метро или как-то на работу, то неплохой вариант, пока едете полистать Хабр по свежим подпискам. Но опять же, нам всем хочется немножко похвастаться, поэтому рассказов достаточно много. Что в этом месте возникает? Гораздо более детальная история. Анализ группировок для атак. Возвращаемся к истории с Карбонаком. Простите, она немножко осколенно набила у всех, но на ней, на мой взгляд, не было две таких существенно измененных подхода относительно того, как до этого работали группировки. Первое, там не было отдельной утилиты для связи с центрами управления, и они просто стали пользоваться ими админом. ремоут админтулом, который в этом месте приземлялся на операционную систему, через командную строку запускался, и все. Ну, у нас у всех есть ремоут админтула, наши айтишники пользуются тим-вьюерами, кто-то использует VNC, и для всех это была совершенно непонятная история, почему надо переживать из-за эми админа. Когда эта история была раскручена, наступила, по-моему, обратная паранойя, и вот из знакомых мне компаний практически везде это было отдельным инцидентом, и на запуск любого ремоута ментула на хосте реагировали с такой дикой скоростью. Вторая история про мимикацию, убежден, что вы все знаете, что это такое, опять же, это open-source утилита, разработанная, которая позволяет, ну, стала, наверное, ключевым инструментом хакеров последних лет за счет существующих ограничений в безопасности процессовой системы Windows. И в этом месте использование этих утилит, этих подходов, оно, в общем-то, является первым критерием такой тактики и техники работы злоумышленника. Дальше опускаемся ниже, говорим про методы закрепления, как на машине это приземляется, какие уязвимости в этом месте используют злоумышленники, есть они у нас, нет, как повышают привилегии, что для этого происходит, ну, и как перемещают злоумышленник по инфраструктуре. Какое-то время у нас была прям очень актуальная история, потому что, как правило, злоумышленники, захватив одну станцию в сети, пытались использовать для перемещения уязвимости и возникший сначала Eternal Blue, ну, там, все помнят, да, потом возникший Blue Keep в этом месте стали хорошим инструментом перемещения, но на среднем такой же потечки никто не делает. Как правило, проще на самой рабочей станции получить какой-то логин-пароль, а дальше, ну, в зависимости от степени шумности, просканировали всю сетку, ломанулись в любой найденный нами Windows-хост. Или чуть поаккуратнее, когда злоумышленник начинает на машине смотреть на RDP-кэш, который там есть. RDP-кэш-штука в этом плане для нас очень неприятная, потому что она еще с ним экрана хранит, вот, и понятно, не только на какой хост ходили, но еще и с какой учеткой туда обращались. А дальше уже на этот хост с известной учеткой, по которой точно там работали, можно пойти, ну, и потихоньку-потихоньку инфраструктуру продвигаться, по ней захватывать. Для каждого из этих подходов есть разные способы выявления, да, когда мы говорим про техники закрепления и работы, здесь, конечно, это история сисмона, EDR, ну, и так или иначе анализа журналов антивируса или журналов операционной системы. Если мы хотим увидеть факт эксплуатации взаимности на хосте, ну, почти все антивирусы, уже не просто антивирусы, а такие многофункциональные endpoint security решения, это тоже решаемый вопрос. Но когда мы говорим про нашу локальную сеть, опять же, из моего опыта, несмотря на то, что всех нас обязывают заниматься сегментацией, PCI DSS, и там, СТОБР, занимаемся мы и мало, занимаемся достаточно плохо, поэтому в среднем у нас нет сегментации. Ну, хорошо, что все-таки не 24-е, но тем не менее, между сегментами взаимодействие обычно плохо контролируется. И здесь, конечно, этот подход – это решение класса NTA или какие-то хостовые ADS-ы. NTA – это не обязательно большое тяжеловесное коммерческое решение, если у вас есть, не знаю, сотрудник, немножко работающий с open source, молох плюс Nord, спан трафика завернули и начинаем в этом месте двигаться. Опять же, уязвимости, которые используют в prelateral movement, достаточно много, они в комьюнити возникают, способов их выявления, детектирования. Ну, не в день в день, но достаточно быстро все это становится доступным. К чему это все приводит? К тому, что, в общем-то, нам приходится достаточно много генерить разных способов выявления атаки. Это то, чем занимаемся мы. Это, ну, вот пример. Здесь мы пытаемся категоризировать это по матрице Mitra, ну, не потому что мы считаем, что Mitra придумали классную историю, а потому что всем вам, заказчикам, эта штука очень нравится. Это, по-моему, месячный отчет, зачем мы пытаемся следить, что мы пытаемся в этом месте выявлять. Проблема ключевая, конечно, в том, что вся эта история, что это очень много событий, очень много инцидентов. Сейчас большое комьюнити работает на разработке таких самых сценариев по модели Mitra, я забыл, как их называют, ну, в общем, неважно. В общем, эти контенты появляются в разных местах, с ним и можно работать, и пользоваться. Но в чем проблема? Вот если посмотреть только на эти инциденты, на среднем заказчике это примерно 10-15 тысяч сработок. Причина, потому что часто наши админы и мы сами ведемся на машинах примерно так же, как злоумышленники, используем тем же самым подходом и те же самые техники. И работать с этим в режиме ежеминутном, ну, практически невозможно. Если, конечно, у нас большой свой сок, не знаю, там, как у нас, то мы можем не пускать своих ребят домой ночью. И вот, как было, не знаю, тысяча сказок Шахерезады, также вот тысяча инцидентов в минуту надо разбирать, надо следить за ними и анализировать. Но это больно. Это правда больно, особенно в текущих кадровых ресурсах. Поэтому здесь мы для себя в том числе используем другой подход. Мы пытаемся делать то, что модно называется killchain, ну, а на самом деле по большому счету мы пытаемся уже на уровне ERP-системы или системы инцидентов складывать все это воедино. Когда мы по некоторым признакам 10 активностей подошедших на хосте собираем вместе. К чему это приводит? Даже если у вас нет в этом месте возможности разобрать каждый инцидент своими руками самостоятельно, если ваш оператор сок откнется в конкретный и он увидит вот такое полотно, ага, очистит журнал аудита, сама по себе история неприятная, но бывает, да, айтишники решили систему почистить, нужно было какие-то работы в этом месте провести. Но когда мы видим, что, во-первых, журнал аудита очищался за последнее время трижды, а еще на машине запускается РАД, а еще там работали подстроенные учетные записи администратора, выглядит уже прямо так себе, да. Даже наши эти администраторы обычно за два дня такого количества нарушений политики КБ, сформулирую это так, обычно не производят. И это уже повод для того, чтобы посмотреть на этот инцидент поглубже, хотя бы глазами, немножко его поковырять. Опять же, если вы не бьете в этом месте в построении собственного сока и попытку выстроить такой большой глобальный SLA. Это не очень сложная история, она, в общем, может программироваться на базовых скриптах. Рассказывать все детали не готов, по понятным историям, это некоторый кусок нашего ноу-хау, но скорее всего, самым подходом делюсь. Это действительно неплохой способ из миллионов сработок СИЭМа попытаться выбрать что-то полезное, что действительно может оказаться хоть какими-то признаками этой самой хакерской атаки. Ну и, наверное, глобально этот слайд я использую почти каждый раз. Наверное, ключевое, что если мы действительно для себя видим проблему АПТ и считаем, что мы вместе находимся в зоне риска, то у нас всегда есть разные пути к решению этой проблемы. Каждый ведет нас в разную сторону, можно в этом месте потерять жену, можно потерять коня, можно потерять голову, но логика в том, что стоять возле этого камня и ждать, пока в нашу компанию пройдет собственный инцидент, в общем, не стоит. В идеале, если получается, лучше куда-то двигаться своими силами с помощью какого-то технологического партнера, с помощью вендора, но заниматься этим, потому что действительно атаки все сложнее и бороться с ними нам все вместе становится все тяжелее. Все, на этой пессимистичной ноте я, наверное, закончу свой доклад. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok